Поздняя осень Дышится хорошо, но в голове постоянно мелькает какая-то мысль Если к ней попытаться прислушаться, понимаешь Мысль гласит, пора менять резину Известное дело, к хорошему быстро привыкаешь Каких-то 10-15 лет назад мы рассекали на летней, даже лысой резине По зимним московским улицам Сейчас с каждым годом таких безумных наездников становится все меньше и меньше Тем не менее, интересная статистика утверждает, что в Москве, в столице нашей родины Зимой продолжает 20% водителей ездить на летней резине Что уж говорить о провинции? У каждого своя голова на плечах Мы не собираемся навязывать свою точку зрения Мы просто делимся соображениями Вот, например, готовиться ездить по зимнему стоит уже сейчас Главное правило управления автомобилем зимой Это умножай на 3 Ничего сложного нету Тормозной путь увеличивается примерно раза в 2-3 Соответственно, все нужно делать примерно в 3 раза медленнее Чтобы не создавать аварийную ситуацию Подъезжая к перекрестку или светофору, лучше заранее нажать на педаль тормоза Таким образом, вы даете понять человеку, который едет сзади, что вы начинаете тормозить И вы гарантированы хотя бы немножко от того, что вас сзади, что называется, не поцелуют Когда перед вами спуск или опасный поворот Соответственно, тоже не стоит полагаться полностью на тормоза Стоит тормозить двигателем, то есть перейти на пониженную передачу Но в случае с коробкой автоматической, тут уж ничего не поделаешь Просто притормаживайте, потому что двигатель, вернее, коробка автоматическая Все сделает за вас сама Поняв, что вы решили чуть-чуть сбавить скорость Смену летних шин на зимние рекомендовано производить тогда, когда средняя суточная температура Или ночная температура опускается ниже 4 градусов стабильно Плюс ниже 4 градусов Почему? Потому что зима наступает для летних шин, когда температура опускается ниже 5 градусов Тем самым происходит затвердевание слоя резиновой смеси И покрышка становится небезопасна для эксплуатации на дорогах Можно ставить как зимние шипованные, так и нешипуемые шины Это зависит от, скажем так, тех дорог, по которым эксплуатируется данное транспортное средство И все зависит от водителя Но главное, что водитель должен понимать, что это шины, это безопасность на дороге не только его, но и окружающих его людей Нынче модно заказывать колеса через интернет Интернет, конечно, штука прогрессивная Но разумнее было бы все-таки отправиться за новыми колесами в специализированный центр Можем обосновать свою точку зрения Во-первых, вас встретит консультант, который внимательно выслушает и поможет с выбором резины Грамотный специалист расскажет о всех новых тенденциях в этой области И даже сможет помочь сэкономить, что для большинства из нас немаловажно Модельный год Новая модель всегда стоит немного дороже Но в погоне за дешевизмой не стоит брать слишком старую резину Потому что если, не дай бог, что-нибудь случится с одним из ваших колес Вам тогда очень сложно будет подыскать именно это колесо Потому что шипованная или не шипованная резина должна быть абсолютно одинаковой Все четыре, а лучше даже пять колес должны быть одинаковыми Говоря о специализированных шинных центрах, нельзя не отметить еще один немаловажный момент Выборные колеса вам прямо там же и поставят на машину Причем стоит обратить внимание на современную оснащенность многих шиномонтажей Балансировочные станки последнего поколения Которые, к слову, правильно называть стендами Оснащены функцией лазерного определения параметров дисков Что полностью исключает фактор ошибки Оператор теперь сам параметры не заводит Ему остается только выполнять рекомендации компьютера, забивая грузики Накачка азотом Технология, которая появилась в конце 90-х, но стала распространена повсеместно в середине 2000-х годов Все очень просто Специальный аппарат выкачивает весь воздух из колеса, создавая там буквально вакуум После чего наполняет колесо азотом Непонятно, почему все машины до сих пор не ездят на колесах, накачанных азотом Процедура эта недорогая Колесо стоит от 50 рублей и при этом полезное Судите сами Снижается вероятность срыва колеса на больших скоростях и при больших температурах Кстати, о дисках Оказывается, покупать их надо с оглядкой Самое главное при выборе колесных дисков Учитывать то, что если автомобиль находится на гарантийном обслуживании Правильно выбрать размер Соответственно, покупать неоригинальные литые диски Автомобиль снимется с гарантии В диске бывают двух видов Литые и простые штампованные металлические Соответственно, литые можно купить у официального дилера Либо в магазинах они называются реплика Штампованные диски ничем не отличаются Делаются из простой стали Соблюдают все параметры Но дизайн, соответственно, простые металлические, все их знаете Литые дизайны поинтереснее Литой диск более склонен к повреждениям и прочим другим аспектам Соль разъедает зимой Также при терянии к бордюру оставляет следы Металлический диск, он простой Соответственно, есть у него коррозионные свойства Так как он сделан из металла И со временем ржавеет и следует заменить В автомобиле, не стоящий на гарантийном обслуживании Можно установить кованые диски Они отличаются своим сплавом Они не мнутся Но у них есть большой минус При попадании в кочку, налете на бордюр Как правило, диску ничего не становится Но все упирается в подвеску вашу Летят стойки, летят подшипники Кто-то, имея один комплект дисков Перебывает колеса дважды в год И меняя резину с летней на зимнюю Кто-то хранит шины уже на дисках И экономит каждый раз на шиномонтаже И тем и другим не будет лишним напомнить Что через 50-70 километров После того, как вы поставили колеса Нужно проверить затяжку крепежных болтов К вопросу о хранении шин Лучше всего шины хранить на дисках Причем нужно чуть-чуть приспустить воздух Они не должны быть пустыми То есть совсем без воздуха Но они должны быть накачаны в полную меру Вот примерно так И они должны лежать один на другом Но это, конечно, не идеальный вариант Тем не менее, один из самых лучших И время от времени их нужно просто перемещать Относительно друг друга Не стоит хранить шины стоя Не стоит хранить шину стоя Еще специалисты говорят, что больше трех лет В принципе, шины хранить ни к чему Портится Надо признаться, что многие автолюбители Советского воспитания считают, что Резина, имеющая маркировку M плюс S Поможет им сэкономить деньги И не перебывать машину Выражение M плюс S То есть middle and snow, снег плюс грязь Это, скорее всего, означает Как покрытие дорожное А не как температурные перепады температур Это можно сравнить с выражением 4х4 Или оффроуд, применяемых к автомобилям Есть и, допустим, тоже Audi 4х4 оффроуд И Chevrolet Suburban Машина большая, но все равно Все неполный привод То есть здесь надо прекрасно понимать Что даже шины с клеймом M плюс S Могут быть как летними, так и зимними Это можно видеть на шине Шина летнего рисунка И зимнего тоже стоит клеймо M плюс S Главное в шине мягкость или жесткость протектора Именно этом кардинально отличаются Зимние и летние шины То есть летние шины заведомо Конструируются производителями более жесткой Тем самым, получая в летний период времени Температура повышается При движении от силы трения От дорожного покрытия И окружающей среды, да, температура И шина увеличивается в мягкости, да Свойство шины просто размягчаться на температуре Тем самым она становится оптимально мягкой И наоборот, получая отрицательную температуру Шина становится более жесткой Да, свойство резины затвердевать на морозе Есть такое понятие И тем самым зимние шины Делаются заведомо более мягкими Поэтому прекрасно понимается Что если зимние шины эксплуатировать еще летом Они будут не только быстрее стираться Но и машина может быть неуправляемой И наоборот, что страшнее Когда летние шины эксплуатируются в зимних условиях Да, даже шины для внедорожников С категории 4х4, да Прекрасно надо понимать Что на гололёде На гололёде на льду, да Эта шина может быть неуправляемой Независимо от полного или неполного привода Шина предназначена М плюс С Да, для движения по внедорожным условиям И здесь снег выступает Как просто дорожное покрытие Ну, это рыхлый снег, целина, да Но ни в коем случае не гололёд Вообще, в наших пока еще непростых Климатических условиях не стоит серьезно Рассматривать всесезонную резину Как вариант подходящий Зимой у нас по-прежнему холодно А летом жарко Стоит понимать, что при прочих равных условиях Всесезонка зимой резина недостаточно зимняя И наоборот, летом недостаточно летняя Так что вывод напрашивается сам собой Перебываться перед зимой надо Выбирать шипованные или не шипованные шины Должен в основном водитель Потому что это его безопасность И он сам определяет те дороги По которым он эксплуатирует данные транспортные средства Шины подразделяются на шипованные шины И не шипуемые зимние фрикционные шины Разница между ними велика Шины с шипом присутствия металла В основном это шины предназначены Для движения по льду, гололёду Либо устоявшемуся снегу, накату, насту По асфальту шип в принципе не нужен Так как тормозной путь шипованных шин На асфальте увеличивается А на мокром асфальте ещё больше увеличивается Для этого существуют специальные зимние не шипуемые шины Которые также подразделяются на две категории По мягкости блока протектора Шины предназначены для движения по тому же снегу, льду То есть по тем дорогам, которые мало убирают или не убирают вообще И шины городские Разница в этом в том, что шины предназначены для движения по городу Имеют индекс скорости гораздо выше Не намного, но выше тоже И предназначение в них асфальт И каша снежная, которая у нас в городе И во всех мегаполисах бывает Вода, как правило, в средней суточной температуре Днём всё равно такого льда, сильно устоявшегося на дорогах Практически не бывает Но надо прекрасно понимать, что утренние температуры Температуры, когда, допустим, водитель среднестатистический выезжает на работу К 9 часам из дальних районов, он может выезжать и в 6, и в 7 утра Да, как правило происходит, ещё корка льда существует Здесь, возможно, лучше будут для водителя шипы Эта дискуссия ведётся уже много лет Предлагаю посмотреть сюжет нашего канала, снятый Андреем Леонтьевым на эту тему В большинстве случаев неприятие шипованных шин у нас в стране объясняют тем Что они, мол, шумят больше А тормозной путь на сухом или мокром асфальте у них тоже выше Это в полной мере справедливо по отношению к старым конструкциям советских шин Которые шиповали примерно так же, как спринтерские шиповки Современные шины с плавающими шипами отличаются от допотопных так же, как когти собаки от кошачьих когтей Собака, в отличие от кошки, не может спрятать свои когти А кошка славится мягкой бесшумной походкой И именно этот принцип лежит в основе современной шипованной шины Так что наша рекомендация – однозначно шипы Кстати, обратили внимание, те мировые компании, что ещё недавно пропагандировали Зимнюю езду без шипов, с тем же упорством доказывают сейчас обратное И правильно Особенно шипы актуальны для европейских старичков И всех отечественных, увы, независимо от возраста, автомобилей Ибо они лишены систем АБС, антиблокировки тормозов и механизмов противоскольжения Результат езды на неправильных шинах мы видим каждый день на обочинах А с шипами и затормозить, и тронуться с места можно куда с меньшими проблемами Даже на голом льду Между прочим, в равной степени шипованные шины нужны и грузовым автомобилям Но до километровой пробки, забуксующих на подъёмах фур Это не исключение нормы жизни российских зимних дорог Равно, как и внезапно прерванный дальний бой в придорожной канаве И ещё Пусть на крупных магистралях и в городах рассыпают реагенты Сыпят песок с солью, превращающий снег и лёд в кашу Даже при температуре перехода азота в жидкое состояние Но что творится в наших дворах? А как вам перепады температур, когда вдруг на утро десятки машин сваливаются в кучу малу на смешной горочке? И если хоть пару раз за зиму шипы помогут Выйдет хорошая экономия на жестянке и повышающем страховом коэффициенте Шипы, как правило, исходя из опыта продаж, редко когда покупают В основном берут нешипуемые шины Тем более тенденция производителя такова Что последние модели нешипуемых зимних шин Они помогают движению, также будут эффективно работать как и на снегу, так и на льду Согласно структуре рисунка протектора То есть блок более мягкий, специально созданы ламели, которые будут удерживать машину на льду или на гололеде И крупный блок протектора, который позволяет высвобождать и снег, и с лягот Шина становится безопасна даже без шипа Так что наука не стоит на месте, постоянно совершенствуя обувку для автомобилей Колдуя над составом резины и делая колеса легче, надежнее и экологически безопаснее Кто знает, может через несколько лет появятся шины, которые будут абсолютно универсальны И, наконец, снимутся вопросы, какую резину нужно обувать перед зимой Редактор субтитров А.Семкин